Сочи не примет чемпионат мира по бабслею и скелетону. В 2017 году Международная федерация решила перенести турнир в другое место. Глубоководный выпуск в Адлере работает в штатном режиме. Штормом от него оторвала часть полиэтиленовой трубы. За нелегальный алкоголь и пиротехнику накажут по всей строгости. Об этом предупредили представители горнолыжных курортов. В дорогу со своим железным конем вагон для перевозки автомобилей появится в составе поезда Ростов-Адлер. Сочи лишили права проведения чемпионата мира по бабслею и скелетону в 2017 году. Международная федерация по этим видам спорта решила перенести соревнования в другое место. Губернатор Краснодарского края в Твиттере уже прокомментировал произошедшее и назвал ситуацию для Сочи некритичной. Перенос бабслеевого чемпионата для Сочи лишь повод принять больше зимних туристов. Сезон будет отличный, да и сохраненные средства к краю и стране есть куда направить. Целей много, направлений для развития тоже. Не критично. А мы в любом случае рады иностранным спортсменам и другим гостям наших курортов. Снаряжение в аренду в Красной Поляне всегда есть. Чемпионат мира по бабслею и скелетону должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Стадион Фишт в Сочи сдадут в эксплуатацию в конце декабря. Об этом на совещании по подготовке к чемпионату мира по футболу сказал губернатор Краснодарского края. Арену практически полностью переделали из-за Олимпийского стадиона футбольный. О траве Виктор Цулуки разговаривать может часами, даже в дождь. Он гринкипер, главный человек, отвечающий за газон на стадионе Фишт. Семь дней в неделю следит за тем, чтобы травинки не вырастали больше двух с половиной сантиметров, а температура держалась на отметке плюс 20 градусов. Нельзя допустить из-за рожения бактериями, опасными для живого покрытия. Семь-восемь человек следят за полем постоянно. А у меня выходных нет. Кстати, почву для нового футбольного поля как конструктор собирали по всей России. Песок из Краснодарского края, часть земли из Ярославской области. Газон проектировался под конкретную климатическую зону. Сердце любого футбольного стадиона, его поля. За газоном здесь следят без выходных и в любую погоду. Траву подстригают каждые два дня, а в пасмурную погоду рост зелени стимулирует специальные ультрафиолетовые установки. Важно избегать резких перепадов температур, поэтому по периметру поля установлены специальные датчики. В общем, на этом стадионе продумано все до мелочей. Тут даже ливневые решетки именные. Но трава всего лишь верхушка айсберга. Под ней сложнейшая дренажная система, которая уходит на 2,5 метра вглубь. Только труб для подогрева газона пришлось уложить 32 километра. Теперь на этом стадионе, уверяют проектировщики, круглый год можно играть на натуральном покрытии. Любой тропический ливень на любой промежуток времени, объем водоприемный справится. В течение 20 минут вся влага любого тропического ливня должна уйти из поля. Я думаю, у нас она и не образуется. Фишт по-своему уникален. Олимпийскую изначально нефутбольную площадку удалось переделать в современный игровой стадион. Создали новое поле, увеличили вместимость арены. Теперь стадион одновременно сможет принять почти 45 тысяч болельщиков. В том, что вся работа идет без боев, лично убедились вице-премьер Виталий Мутко и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев. Они спустились под трибунные помещения, посмотрели газон и поднялись на зрительские места. Это очень оригинальный будет стадион и интересный, и он будет особенный. У нас все стадионы немножко будут со своей. Это южный, южный стадион. Приехали представители четырех сборных, всем очень понравилось. На стадионе в Сочи уже заканчивают ремонт одних из самых важных помещений футбольной арены. Раздевалки команд. Полностью готова святая святых, душевая. Практически завершена и зона выхода игроков на футбольное поле. Первый этаж западной трибуны, ее середина. Здесь через такие раздвижные двери команды будут попадать в прекрасный тоннель и выходить непосредственно уже в игровое поле. Северная и южная часть будут установлены соответствующие скамейки. И здесь открывается основной обзор. На открытой части совещания по подготовке Кубку конфедерации чемпионату мира по футболу, которое прошло на стадионе Фишт, губернатор Кубани назвал сроки сдачи арены в эксплуатацию. Все работы строительные на стадионе завершены. Все идет по графику. Планируем 28-го, еще раз подчеркну, сдать стадион, приступить к пусконаладочным всем мероприятиям, работам. Здесь хочется отметить, что наши болельщики, нашей сборной, вот хорошую игру при плохом стадионе могут простить, а вот плохую игру при хорошем никогда. Однако готовыми к Кубку конфедерации, который стартует в июне, должны быть не только стадион, но и тренировочные площадки, гостиницы, транспортная инфраструктура. Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев посетили сегодня комплексы предматчевой подготовки, которые после чемпионата мира по футболу в 2018 году должны стать детскими спортивными базами. Однозначная позиция, что сегодня создается для чемпионата мира, останется для нашего детского спорта. Это серьезные деньги. После чемпионата мира мы никогда их не возьмем и никогда уже такого не построим. Сам вице-премьер высоко оценил подготовительные работы в Сочи к Кубку конфедерации чемпионату мира по футболу. В целом мы оцениваем готовность краевой инфраструктуры, города Сочи достаточно положительно. Тренировочные площадки в самом Сочи на высоком уровне готовности. И я абсолютно уверен, что в апреле месяце они будут сданы. А остальные вопросы каких-то тревог не вызывают. Будут сложности технические, какие-то вопросы, они будут решены. Мне нравится, что есть уже здесь дополнительное наследие, которое будет отдана на эти тренировочные площадки, которые будут на детскую спортивную школу. Это то, что будущее останется в Сочи. А уже в ближайшее время определится соперник сборной России по футболу в тестовом матче. Возможно, это будет сборная Бельгии. Игра пройдет 28 марта и станет первой для арены Фишт. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Сочи. К слову, сегодня в Сочи открылся центр выдачи паспортов болельщиков на матче Кубка Конфедерации и Чемпионата мира. Он работает в торгово-развлекательном центре «Моримол». Оформление заявки занимает несколько минут, но для этого необходимо купить билет на матч. Всего в России открылись четыре таких центра. В Санкт-Петербурге, в Сочи, в Москве и Казани. Сейчас там пока только принимают заявки, а сами паспорта начнут выдавать в феврале. Продолжаем. Лучше, меньше, но качественнее. На инвестиционный форум в Сочи надо выставлять реальные проекты, а не воздушные замки. Такую задачу перед главами муниципалитетов и руководителями профильных ведомств поставил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона провел расширенное планерное совещание. До главного экономического события года осталось два месяца. Срок небольшой, но за это время необходимо приложить все усилия, чтобы нынешний саммит прошел так же продуктивно для края, как и прошлый. Все проекты должны быть детально проработаны. Для них должен быть подобран земельный участок со всеми сетями и коммуникациями. Принцип остается прежним. Не важно количество проектов, а важно их качество. Это уже слоган, который должен стать для муниципальных образований края основным ключом к успеху. Именно вот так. Не количество, а качество проектов. А самое главное их реализация. Я уже об этом сказал. Коллеги, ну и исходя из практики тоже оторванные от жизни проекты тоже не нужно готовить. Я говорю, что не нужны проекты. Нужны проекты. Потому что проекты это то, что красиво на рисунке, красиво на бумаге, реально никогда не реализуемо. На инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году Краснодарский край заключил 250 соглашений на общую сумму 760 миллиардов рублей. Напомню, экспозиция региона отличалась от прошлых лет. Власти края ставку сделали на промышленные парки, логистические центры, альтернативные платные автодороги. Впервые были представлены направления ветрогенерации и бальнеологии. Глубоководный выпуск очищенных сточных вод в Адлере работает в штатном режиме. Я напомню, в результате сильного шторма произошел отрыв части полиэтиленовой трубы глубоководного выпуска. 200-метровую трубу накануне прибило к берегу на пляже санатория Ворошилова. Но при этом заявляют в водоканале, адлерские очистные продолжают работать без сбоя. И никакой угрозы экологии курорта нет. В этом убедилась Ольга Десятого. О том, что в море плавает участок трубопровода, местные рыбаки сообщили в водоканал в эту пятницу. Ну а в понедельник 200-метровую пластиковую трубу диаметром в 2 метра обнаружили на пляже санатория Ворошилова. Ее прибило к берегу. По предварительной версии, это часть глубоководного выпуска адлерских очистных. Секция трубы метров 200. Видео с плавающей в море трубой появилось в интернете и обеспокоило горожан. Между тем, в водоканале уверяют, глубоководный выпуск в адлере работает в штатном режиме. Сам глубоководный выпуск – это 3 километра трубы, больше 3 километра. Из них 2 километра – это железобетонная труба, проложенная под землей. И почти 1,5 километра – это пластиковая труба. То есть минимально, если даже считать, что это произошло в самом начале пластиковой трубы, то минимально стоки выводятся на расстояние где-то порядка 2 километров от берега. То, что от глубоководного выпуска оторвало небольшую его часть, никак не повлияло на работу адлерских очистных сооружений. Здесь стоки как очищали, так и продолжают очищать. Процедура включает несколько этапов. Первый – механическая очистка. Фильтрующие решетки задерживают крупный мусор. Затем в работу включается так называемая песколовка. Следующий этап – это биологическая очистка. Здесь точную воду смешивают с активным илом. После она попадает вот в это здание, где происходит финальная стадия очистки воды. Перфорация, то есть дырочки, которые находятся на барабанных фильтрах, 18 микрон. Вы представляете, как они чистят воду. Дальше после этого вода сточно попадает в лотки, где установлены ультрафиолетовые лампы. Они обеззараживают эту сточную воду до норм. И после нее попадает глубоководный выброс в море. Эту воду по прозрачности можно приравнять к питьевой. Насколько хорошо сточные воды очищены, сообщают автоматические анализаторы, которые определяют наличие в воде разного рода примесей. Ну а потом в дело вступают сотрудники лаборатории. После отрыва трубы глубоководного выпуска, пробы здесь теперь отбирают каждый день. Контролируем каждый день сейчас по различным компонентам. Это извешенные вещества, это и азотная группа, и фосфор, и фосфатов, и ХПК. На данный момент пробы по качеству не отличаются от тех, что были у нас ранее. В таком режиме пробы будут отбирать до полного восстановления глубоководного выпуска. 200-метровый кусок трубы по-прежнему находится на пляже санатория Ворошилова. И, как видно, погодные условия пока мешают производить здесь какие-либо работы. Когда море немного успокоится, трубот буксирует на пляж в район Мзымты. Там ее уже и обследуют. Будут обследовать водолазы и ту часть глубоководного выпуска, который проложен по дну моря, чтобы понять, какой участок вышел из строя, и что необходимо для его полного восстановления. Осталось только дождаться благоприятных погодных условий. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В ночь со среды на четверг без воды останутся несколько микрорайонов Сочи. Причина – ремонт на насосной станции Пасечная. С 23 часов 14 декабря до 5 утра 15 декабря будет прекращено водоснабжение санаториев Беларусь имени Дзержинского, Заполярье, Красмашевский, Радуга, Россия, Русь, Салют, Солнечный, Сочи, пансионата Нева, котельных номер 5 и 8, школу номер 4, 10, 12, школы бизнеса, детсадов номер 32, 4, 82, 105, 132 и Умка. Также на это время без воды останутся поликлиника на Донской и детская поликлиника в переулке Пасечный. Отключение коснется их жилого фонда. Это улицы Подгорная, Донская, Пасечная, Чехово, Виноградная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Восточная, Цюрупы, Бамбуковая, Плеханово, Инжирная, а также переулки Пасечный, Чехово, Строительный и Рахманиного. Возможны перебои в водоснабжении по улицам Целиная, Крымская, Волжская и Полтавская. К другим новостям. На горнолыжных курортах Красной Поляны в период новогодних праздников должны быть оборудованы дополнительные торговые места. Требования к ним озвучили сегодня в администрации города. Объектов торговли на Красной Поляне должно быть столько, сколько требуется. Но даже при организации дополнительных временных торговых точек никто не отменял санитарные правила и нормы. Специалисты Роспотребнадзора уже вторую неделю проводят проверки в горных кафе и ресторанах. Более того, у тех, кто будет работать с населением, в обязательном порядке должны быть прививки от гриппа. Строго будет пресекаться и попадание на прилавок нелицензированного алкоголя. В случае каких-либо нарушений применят жесткие меры вплоть до лишения лицензии на работу. У нас, конечно, волнует, какой ассортимент будет, какая цена, кто будет работать, достаточно ли сотрудников, которые будут обслуживать наших гостей. Потому что вся инфраструктура в городе Сочи давно построена. И мы видим, что она самая лучшая у нас не только в стране, но и в мире. И самое главное для нас – это качество. Кроме того, отдых гостей курорта, да и самих жителей, не должен быть омрачен использованием нелицензированных пиротехнических изделий. Шоу с использованием фейерверков требует обязательного согласования с госпожнадзором. Соблюдать меры предосторожности надо всегда и везде, тем более в празднике. А настроение горожан и гостей курорта во многом зависит от того, как украшен Сочи. Снежистые шагры в прекрасном количестве, которые здесь представлено, украсит любую гирлянду. Длина такая, 2,7 мм, ствольная. Она должна быть цветовлетной нити. Все. Это качественное украшение, которое должно сопровождать каждый объект общепита. Всем объектам торговли рекомендовано подготовиться ко встрече Нового года с использованием креативных идей современной декоративной подсветки. Елена Австецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В случае изъято свыше 7 тысяч единиц пиротехники. Нелегальный ларек полицейские обнаружили в ходе профилактического рейда. В поселке Дагомыс не имея соответствующих разрешений, 20-летний предприниматель организовал продажу пиротехники в нестационарном торговом объекте. Незаконная деятельность была пресечена. Товар, среди которого салюты, фейерверки, петарды, всего более 7100 штук, изъят. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Санкция статьи предусматривает штраф до 4000 рублей и конфискацию товара. Такие рейдовые мероприятия будут проходить на территории всех районов города Сочи. Поэтому мы хотим предупредить всех предпринимателей отнестись к этому вопросу серьезно и реализовать пиротехнические изделия только согласно букве закона. Покупатели полиции опросят обращать внимание на наличие сертификата. Если вам его не предоставили, откажитесь от покупки. Еще один немаловажный момент – инструкция к товару обязательно должна быть на русском языке. Вагон для перевозки автомобилей будет курсировать в составе поезда Ростов-Адлер. Первый поезд, в состав которого он включен, отправится 28 декабря со станции Ростов-Главный. Будет курсировать из Ростова-на-Дону по четным числам, а из Адлера – по нечетным. Вагон автомобилей ВОЗ одновременно может перевозить от трех до пяти автомобилей в зависимости от их габарита. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления машин, а также системами пожарной и охранной сигнализации. Стоимость перевозки автомобиля зависит от его веса, количества пассажиров, сопровождающих транспорт, типа вагона и покупки билета в обратном направлении. Минимальная цена составит 3669 рублей, максимальная – 11218 рублей. Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру необходимо не менее чем за пять суток до отправления заполнить заявку на сайте РЖД, либо в кассе пункта продажи. Очередные заморозки ожидаются в крае. В Сочи уже похолодало и в некоторых районах шел снег. Осадки были и в микрорайоне Макаренко, где находятся два корпуса 44-й гимназии. На протяжении нескольких лет непогода вносила коррективы в работу этого учреждения. Протекала кровля двух зданий. Теперь проблема решена. А вот как именно, знает Татьяна Говоркова. В образовательных учреждениях ремонтным работам всегда уделяется большое внимание. Средства выделяют как шефы, так и городской бюджет. На решение давней проблемы 44-й гимназии муниципалитет выделил 5 миллионов рублей. Мы отремонтировали за эти деньги две кровли и над детским садом начальной школы, и над гимназией. Что хочу сказать. Сложилась, конечно, экономия по результатам торгов. На эту экономию мы еще сделали дополнительные мероприятия по сохранению фасада и отмостки. Ремонтные работы производила организация «Сочистрой». За два месяца рабочие с нуля перекрыли крыши двух корпусов 44-й гимназии. Это 3800 квадратных метров. Сейчас доделывают карнизы. Погода будет давать, будет быстро делать. Из-за погоды. Образовательным учреждениям на улицах Макаренко и Вишневая уже не страшен ни дождь, ни снег. Кстати, первое испытание новая кровля успешно перенесла. Бытовые проблемы решены. Чистые потолки, тепло и уютно. Новая кровля стала новогодним подарком для учеников, педагогов и родителей. На протяжении нескольких лет мы собирали денежные средства для того, чтобы как-то помочь школе в ремонте. Но, конечно, это, можно сказать, мелкая капля в море вот этих всех проблем, которые нас здесь ждали. Но, на самом деле, без администрации, без управления по образованию мы бы не справились. Хозяйственные проблемы, когда решены, скажем, учебная деятельность проходит совсем по-другому. Наши учителя могут заниматься спокойно детьми, а не думать о том, что там где-то будет что-то течь. Теперь все ручьи стекают куда надо – по водостокам. А воспитанники гимназии готовятся к встрече Нового года. Подтверждение тому развернувшаяся в холле школы выставка ёлок, рисунков и других новогодних поделок. На новогодние сегодня настроение. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Лазаревском отметили победителей конкурса на лучшее благоустройство территории. Участвовали в конкурсе как управляющие компании, так и жители. В фойе Лазаревского центра национальных культур школьники провели патриотическую акцию для гостей праздничного мероприятия «Наш герой». Учащиеся вручали гостям листовки с рассказами о героях Великой Отечественной, имена которых носят улицы микрорайона Лазаревская. В числе первых треугольники фронтовых писем получили глава Сочи Анатолий Пахомов, председатель городского собрания Виктор Филонов и глава администрации района Сергей Бражников. Глава Сочи Анатолий Пахомов рассказал о том, что сделано в городе-курорте для того, чтобы жителям, а население Сочи сегодня порядка 600 тысяч человек, жилось комфортно. Из бюджета выделяют средства на строительство новых образовательных учреждений. И только в Лазаревском сдали три новых детских сада, как снова начались стройки. Теперь возводят дошкольные учреждения в Лао и целый комплекс, где будут учебные классы для школьников и группы для малышей в Беранде. Много внимания, отметил городоначальник, уделяется спорту. В день города в Лазаревском открылась скейт-площадка и воркаут-площадка. Возможно, воркаут-комплексы появятся в следующем году в каждом селе. Это только малая часть преобразований. Разумеется, ждут и от жителей ответной реакции. Уже сегодня, выразил уверенность Пахомов, все аулы района могут быть примером для подражания. Это результат высокой ответственности жителей за родную землю. Хочу сказать, что задача стоит в том, чтобы сделать мотивацию наших жителей, которые в обязательном порядке просто обязаны следить за своей собственностью. Уверенно могу сказать, что примером для подражания могут стать все аулы Лазаревского района. Еще раз хочу сказать, не обязательно вкладывать огромные деньги. Важно всегда руки иметь. 30 победителей в 10 номинациях получили переходящие кубки, дипломы и подарки. Лучшим сельским округам, селам, ТСЖ, ТОСам, управляющим компаниям, квартальным и домкомам, дворникам. Дарили газонокосилки, бензопилы, воздуходувки, сотовые телефоны. Отметим, в Лазаревском районе насчитывается 29 ТОСов. Самый большой в микрорайоне – Лазаревское. Он объединяет 21 тысячу человек, а самый маленький в Марьино – всего 380. В этом году лучшим стал ТОС Солоняки, председатель Андроник Чайлян. В его ведении около 200 домовладений, больше 100 квартир. Председатель всегда в курсе повседневных забот микрорайона. Эта зима не балует, то снег, то дождь. Сам лично следит за уровнем воды в реке, оценивает обстановку, знает – природа непредсказуема. И какие бы надежные ни были приборы, верит только своим глазам. Говорит, в 2016 ТОСу есть чем гордиться. Успехи у нас что? Мы заасфальтировали улицу Тихорецкую. Сейчас в порядок приводим школьную территорию. Перед школой там тротуарчик делаем. Значит, там у нас есть предприниматели, которые помогают в этом деле. Значит, с дворика предприниматели забор поставили. Потом сейчас у нас есть марка, магазин. Вот, сейчас он делает нам тротуарчики. Так что благоустраивается село, более-менее становится красивой. Лучшим сельским округом стал Лыгоцкий, где работы по обустройству территории буквально преобразили привычный сельчанам вид. Отметили и тех, кто по велению души наводит красоту на собственных участках. А житель Головинки и вовсе сделал из своего старенького домика настоящую сказку. Теперь и родственники с радостью приезжают, и туристы мимо не пройдут. Обязательно сделают фото на память. Для души это все, во-первых. А раз душа и просит, значит, надо это все воплощать. По поводу дома родительского, вот, как память вроде бы. И решили как. Он смотрится вроде бы старенький туда-сюда. Много пространства пустого на стене. Посидели с супругой, подумали. Решили вот чуть-чуть украсить вроде бы. Ну вот украсили, получилось красиво. Дом родительский, мы здесь все выросли, и племянники выросли все. Поэтому наш дом – это частица души родительской. Поэтому мы, любые праздники, любой повод, мы все собираемся. Племянники, сестра родная, брат родной. Все собираемся, их дети приходят. В общем, это наш очаг. А вот для тех, кто не то что сказку, а элементарную чистоту на своей территории обеспечить не может, в этом году учредили спецноминацию «А нам все равно». Худшей в 2016 году организации в сфере ЖКХ «Доммастер» не кто-нибудь, а сама Баба Яга подарила мегаприз. Просто поедет. Лес дремучий, нечищенный, дрожки неметенные – то моя территория. А ты все-таки давай что-то там поделай. Что не путали люди, где лес дремучий, а где твоя территория. Помогу я тебе, добрый молодец. И есть у меня средства стопроцентные. На следующий год, где вот этот кубок большой, да, тебе дадут. Так, подожди секундочку. Итоги года благоустройства будут подведены в конце декабря в Сочи. Ожидается, что список номинаций этого масштабного конкурса будет гораздо шире. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». И на сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.